Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. По уважаемым и профессиональным экспертам, присутствующим в студии, нетрудно будет догадаться, о чем пойдет речь в сегодняшней программе. Безусловно, это то, что волнует и беспокоит каждого. Это здравоохранение. Здоровье желают все друг другу в период пандемической опасности. Люди пропитались пониманием, насколько действительно необходимо и ценить, и оберегать наше здоровье. К сожалению, не все еще прониклись глубиной этого вопроса, и мы бы хотели, чтобы к нему не относились с кондачка. Но в процессе программы мы еще коснемся этого. А сейчас я хочу представить наших уважаемых экспертов. Сергей Евгеньевич Козлов, министр здравоохранения Тверской области. Здравствуйте. Алексей Борисович Давыдов, исполняющий обязанности ректора Тверского государственного медицинского университета. Здравствуйте. Татьяна Николаевна Соцкая, директор Тверского медицинского колледжа. Здравствуйте. Вячеслав Анатольевич Грек, председатель Тверской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. Здравствуйте. Ну, итак, начнем, друзья. Сергей Евгеньевич, как Вы полагаете, есть ли у нас возможность провести сегодняшнюю программу без средств защиты, учитывая, что здесь переболевшие и вакцинированные люди? Я думаю, что, ну, знаю точно, что у всех есть антитела защитные, поэтому, в принципе, маска в нашем коллективе не очень нужна, и мы и так безопасны друг друг друга. Ну, чтобы и наша зрительская аудитория могла все-таки видеть наши открытые лица, последуем рекомендациям министра. Мы понимаем, и когда-то еще в достаточно уже отдаленные времена говорилось, кадры решают все. Я думаю, актуальность этой фразы подтверждается и сегодняшним временем. Мы, наверное, не будем усугубляться на теме исключительно коронавирусной, потому что отрасль здравоохранения, она предполагает целый ряд направлений, причем, что и которые из них важней, наверное, определить невозможно. Что важней? Деятельность окулиста или гинеколога? Что важней? Деятельность простого участкового терапевта или высокотехнологичного кардиохирурга? Все важно, это человеческая жизнь, это человеческое здоровье. Сергей Евгеньевич, так получилось, что вот непростое время вы возглавили ведомство, в 2020 году Росздравнадзор целый ряд серьезных претензий выразил к деятельности регионального министерства. До этого Обсероссийский народный фронт обозначил очень серьезные проблемы с повышенной смертностью и, естественно, вопрос кадровый. Кадры это действительно больное место. Ну, а что говорить, в пандемический год мы столкнулись с тем, что действительно не всегда были, может быть, и в полном объеме готовы к тому, что происходило. Ну, и люди в этот период выгорают, и наши мегаполисы, Москва и Петербург, которые находятся рядом, они все-таки откачивают у нас кадры. Вот как обстоят дела в отрасли сегодня, и плавно мы, наверное, будем уже детально касаться каждого из вопросов. Сергей Евгеньевич, вот что сегодня в вашем хозяйстве? Сергей Николаевич, ну, проблемы здравоохранения накопились именно в Тверской области за последние, наверное, лет 10-15, не меньше. Их очень много, этих проблем. Но, несмотря на это, вот год прошли мы в пандемии, и Тверская область показала себя очень достойно в борьбе с этой инфекцией, с заразой, которая европейские страны, европейская система здравоохранения не выдержала. И американская тоже показала себя не на должном уровне. Но, тем не менее, мы были, как говорится, на очень высоком уровне, спасали людей, и наши медработники, и врачи, и сестры, и санитарки, они показали себя очень достойно. То есть пандемическая нагрузка, она все-таки стала и проверкой на состоятельность? Мы показали, что наше здравоохранение, оно может выдерживать сверхнагрузки, потому что такого количества поступающих в стационары мы не видели, ну, наверное, наше поколение никогда. Вот, мы не участвовали в войнах, Великой Отечественной войне, Первую мировую. Мы не знаем такое массовое поступление, мы с этим столкнулись впервые. И я скажу, наше здравоохранение очень достойно выдержало всю вот эту ситуацию в течение года, и выдерживаем сейчас. Пандемия, она никуда не делась, как у нас каждый день появляется новых 90 пациентов. Ну, это те пациенты, которые регистрируются, то есть дают анализы. А тут сейчас идет некоторое снижение по количеству заболеваний. Да, сейчас и оно такое волнообразное течение, то заболевание. Оно никуда не делось, просто сейчас идет волна на убыль. И если мы сейчас ничего не будем предпринимать, то в ближайшее время мы получим очередной всплеск, очередную волну. Будет то же самое, что сейчас происходит в Европе, в Америке, в Бразилии. Поэтому мы предпринимаем все меры, как говорится, профилактики вот этой волны. Сергей Евгеньевич, ну, конечно, здесь не стоит умолять личного вашего участия в борьбе с пандемией, потому что еще в должности главного врача ОКБ вы практически один из первых, кто развернули и организовали высокоэффективную работу ковидных госпиталей. И мне довелось перенести эту болезнь. И я знаю, что именно на базе Тверской областной клинической больницы уровень медицинского обслуживания был надлежащий. Качество лечения достаточно эффективное. И неспроста все социальные сети, ряд СМИ наполнены вот такими словами благодарности к врачам, потому что действительно это те люди, которые спасли очень много жизней. Хорошее слово. А сейчас у нас, извините, в студии звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, слышно чего-то плохо вас. Слышно очень было плохо, связь не очень хорошая, но из вопросов мы поняли, что беспокоит вас. Сергей Евгеньевич, можете прокомментировать? Да, вопросов нет. За этот год мы научились, как говорится, быстро реагировать на вот эту пандемию. Мы госпиталя открывали за неделю, то есть перепрофилировали, создавали реанимационные палаты. То есть сейчас система наша как бы натренировалась к этому. То есть уже определенный опыт на работу. И запас коек, мы сейчас их сокращаем, сократили. Осталось всего 970 коек из 2,5 тысяч. Но мы достаточно быстро в течение 2-3 суток откроем все необходимые. Но тысячу коек точно откроем буквально за несколько дней. Если потребуется. Да, если потребуется, если пойдет волна, у нас не будет дефицита ни коек, ни оборудования, ни лекарств. Лекарств тоже мы держим в запасе. И для госпитального сегмента, и для амбулаторного закуплено достаточное количество. На это выделялись очень серьезные федеральные средства и средства защиты. Сейчас с этим проблем нет. То есть за этот год мы прошли, медицина прошла очень серьезную мобилизационную подготовку и тренировку. И, конечно, немножко слово обслуживание. Потому что люди, медицинская сфера, она не относится к обслуживанию. Это не услуга, это помощь. Да, поэтому наши медицинские работники очень серьезно обижаются. Да, медицина спасает, медицина лечит, медицина по-всякому восстанавливает. Поэтому у нас даже на нас особо не действует закон Роспотребнадзора потребителя. Поэтому немножко другие правила используем для изучения качества оказания помощи. Поэтому, наверное, последний год для нас было большое испытание. Не только практическое здравоохранение. Очень серьезно нам помогали и наши учебно-воспитательные заведения, которые нам были как кузницы кадров не только врачей, но и прошли подготовку студенты, ординаторы, студенты колледжа. Все они, да, я считаю, это очень серьезная школа, и они станут хорошими врачами, сестрами в будущем. Это проверена состоятельность будущих уже специалистов. Естественно, вот это волонтерское движение, участие студентов вуза, среднего образовательного учреждения, они, конечно, были весомым подспорьем. Однако мы с вами понимаем, что все-таки действительно огромная нагрузка легла на первичное звено. Получалось так, что зачастую просто не хватало людей. Врачи, так же, как и все остальные люди, болели, а некоторые и уходили. 25% медиков переболело за этот год. Поэтому это действительно было трагично. Обратите внимание, что как раз педагоги и врачи были в самой зоне риска. Мы прервемся на небольшой рекламный блок. Оставайтесь с нами. Итак, все-таки мы возвращаемся к тому, что действительно был серьезный нанесен урон по кадрам. По кадрам, потому что это действительно серьезно. Люди болели, люди умирали. А кроме ковида сохранились и никуда не делись другие болезни. Куда деваться-то? И вот все-таки у нас, к счастью большому, есть наш медуниверситет. Я знаю, что министерство вообще выстраивает достаточно конструктивные отношения с учебными заведениями. Скажите, по-моему, есть у нас некоторые оптимистические прогнозы, которые позволят нам все-таки заглянуть в будущее. Может быть, Алексей Борисович, вы поведаете нам, как обстоят дела сейчас с подготовкой врачей и с возможностью последующей закрепления их в Тверской области? Да, Сергей Николаевич, дело в том, что университет всегда занимался, занимается и будет заниматься подготовкой кадров для региона. Это в первую очередь. Это наша цель. Конечно, у нас есть федеральные задачи, но первостепенно, конечно, это региональное здравоохранение. Больше того, от года к году мы понимаем большую значимость воспитания этих кадров еще на периоде школьном. Вот сейчас мы уже планируем, и у нас выходит в школу, вчера наши были представители восьмой гимназии, до этого были в тридцать девятой в школе. Мы хотим начать вот эту такую профориентационную работу, наверное, с девятого класса. То есть, казалось бы, достаточно рано, но вот этот период позволит подготовить этих абитуриентов уже. То есть, сформировать в их сознании уже понимание. И сейчас-то хотелось бы сказать, что у нас хороший учащийся период пандемии показал то, что наши студенты в первых рядах пошли работать медбратьями и медсестрами в ковидные госпитали. В общем, это было больше ста человек, и сейчас они работают. Но дело в том, что когда все это начиналось, никто не знал, что это такое, что это за враг, как с ним бороться. И вот решиться в первые дни на этот выход на работу, это, конечно, дорогого стоит. В целом, у нас все были задействованы, и говорить о том, что у нас дети хорошие, дети сориентированы правильно, это очень хорошо. Но нам надо еще, помимо вот этой ориентации, достигать их профессионального уровня. Они должны учиться хорошо, они должны учиться на пятерке. Мы должны принимать абитуриентов, которые хорошо подготовлены, в том числе и профориентации. Но мы еще можем обеспечить и именно настоящую подготовку учебную, в том числе знакомить с будущей профессией. С классом, есть такие даже мнения, что на каком-то этапе в будущем развития высшей школы, например, школьную биологию, нам не надо будет повторять на уровне университета. То есть мы все равно как-то закладываем, углубляем эту позицию. Но будет достаточно школьной подготовки. И что для нас очень важно, вот раньше, как у нас такой был, не у нас был подход, а что вот мы закончили обучение, и дальше, как бы сказать, выпускник сам ищет свое место работы. Есть целевой прием, когда они обеспечены этим рабочим местом, а есть выпускники, которые выходят в открытый мир и не четко знают, где они будут работать. И вот сейчас, я тоже считаю, что для университета очень важно проводить каждого выпускника до рабочего места. Конечно, у нас мало здесь рычагов влияния. Но в любом случае, если мы создадим такую систему контроля доезда до рабочего места, это очень будет важно. Вы знаете, очень важно, наверное, отметить, что вот уже об этом сообщал и губернатор Тверской области, Игорь Михайлович Руденя, о том, что вот в связи с увеличением бюджетных мест на обучение в Тверском медицинском вузе, все-таки открываются дополнительные возможности обеспечения кадров, что является на сегодняшний момент действительно очень острой проблемой. Но мы понимаем, ведь если даже хватит врачей, то средний персонал, он просто необходим, как воздух. Об этом мы поговорим после телефонного звонка. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Вопрос к уважаемым медикам. Сейчас вакцинация ведется, но она, как эффект пошла так на спад, нужно ли сделать сейчас вакцинацию или подождать, когда этот коллективный иммунитет выработается уже? И если все-таки делать, то где вы, советуете, делать вас вакцинировать? Ну, вполне резонный вопрос. Спасибо, мы вас услышали. Сергей Евгеньевич, пожалуйста, поясните. Во-первых, чтобы выработался коллективный иммунитет, это надо привить как минимум почти 700 тысяч населения. А у нас сейчас привито 90 тысяч. И сейчас самое благоприятное время проводить это прививки, вот эти массовые, чтобы выработать иммунитет, в связи с тем, что сейчас идет как бы на спад эта эпидемия, пандемия. Когда она будет набирать обороты, будет немножко сложнее все это сделать. И от нас с вами зависит, чем больше мы прием наших сограждан, тем меньше будет эта следующая волна. Вот. Верить в сказки, мы и второй-то не ждали волну, а она пришла. Поэтому я думаю, что все зависит от нас с вами, как будет протекать эта эпидемия в будущем. Потому что если мы сейчас будем активно прививать своих граждан нашего Тверской области, значит меньше мы пострадаем уже в следующую волну. А может и вообще будет она не такая сильная, как предыдущая. Все зависит от нас с вами. Поэтому я считаю, что сейчас самое благоприятное время сделать прививку. И у нас сейчас для этого все есть. Развернуто на этой неделе еще 12 точек. 50 точек вот этих прививочных. Можно мобильно привиться. Есть вакцина в достаточном количестве. Она уже себя показала. Мы уже видим на наших пациентах, что она хорошо переносится. Она уже зарегистрирована в 60 странах мира. Да, она хорошо переносится. Она защищает действительно от тяжелой формы заболевания. И иностранцы, они любыми путями пытаются сюда приехать и прививаться. И кого-то из них мы начинаем прививать. Особенно кто здесь работает из иностранцев. Для них это большая проблема. Сделать прививку у себя в Европе или там в Америке. Потому что там очередь. В Европе так просто не привьешься. Люди по полгода стоят в очереди. У нас, слава богу, наше правительство сделало большой запас этих, как говорится, доз вакцин. И у нас сейчас с этим проблем нет. Только от нас с вами зависит. От нашего, как говорится, я считаю, вот этого гражданского мужества. То есть это надо пройти. И тогда общество пройдет следующую волну очень даже легко. Ну, наверное, здесь тоже надо говорить людям правду и понимание. Естественно, вакцина это не стопроцентная панацея. И это не какое-то чудодейственное средство. Это тоже зло, занесение болезни в организм. Однако, в этой ситуации нужно понимать, что из двух зол надо выбирать меньшее. Либо перенести ослабленные вирусы в легкой форме. И тем самым защитить свой организм на последующий период. Либо же подвергать себя и окружающих риску переболеть полномасштабно. И будем откровенны, не факт, что выкарабкаться из этой болезни. Вот эта спутника, она не несет вообще вирусную. Там кусочек вируса, который просто в организме человека создает условия для выработки антител. Человек, который привитой, он не переносит вообще заболевание. Он просто, как такая небольшая, может быть, аллергическая реакция. Но он сразу же вооружен. То есть, вот как мы сейчас с вами находимся, с антителами. И при столкновении с инфекцией, даже если он заразится и большую дозу получит вот этого вируса, он перенесет в такой легкой форме, что он даже может это не заметить. Поэтому вакцина дает нам защиту организму. Он не переболевает. То есть, это раньше делали такие вакцины, которые просто ослабленный вирус. Так называемая Чумаковская вакцина. Да, она действительно будет как бы вирус ослабленный наноситься. А здесь инновационная технология берется кусочек вируса, который вызывает выработку антител в организме. Организм, он не подвергается заболеванию. Это большое достижение вот этого вакцины. И на таком же это как бы построено в принципе и Pfizer, и Moderna, которые тоже себя зарекомендовали. Но наш вот спутник, почему так 60 стран уже охотятся и хотят привиться, купить ее, потому что она наиболее эффективна из всех, которые созданы в мире. Хотя у нас уже тоже несколько вакцин зарегистрировано. И уже у наших сограждан появляется возможность определенного выбора, какой вакциной вакцинироваться. Безусловно, мы с вами понимаем, что речь идет о том, что необходимо создавать действенную защиту этой страшной болячки, которую, как мы с вами уже знаем, многие здесь присутствующие перенесли и даже не совсем легко перенесли, так скажем. Поэтому, безусловно, решение за каждым, но лучше себя в этой ситуации обезопасить. И все-таки мы вернемся. Татьяна Николаевна, вот я знаю, что ваш колледж, конкурс, знаете, как в хороший УЗ. Да, Сергей Николаевич, абсолютно верно. Требованы ваши выпускники, география самая обширная. Как все-таки в первую очередь подумать о Верхневолжье? Как вот здесь, какие шаги делаются в этом направлении? Да, спасибо за вопрос. Конечно, все правильно, верно. Колледж сейчас за последние годы очень поднял голову в плане обучения, в плане базы для обучения, в плане подходов. То есть у нас сейчас на самом современном уровне проходит учебный процесс. Но, кроме того, уделяется огромное внимание и воспитательному процессу. Поэтому, когда посмотреть на наш сайт и то, что делают наши абитуриенты будущие, то там очень интересная жизнь, что немаловажно, вот в такой студенческой среде. Привлекательно наше учебное заведение. Но у меня, как руководителя учреждения, очень важно, чтобы наши выпускники остались в Тверском регионе. И для этого делается очень-очень много. У нас есть уникальные проекты, проекты, которые разработал Тверской медицинский колледж. Это и уроки главного врача. Кстати сказать, одним из наших главных врачей был Сергей Евгеньевич, приглашен, когда он еще возглавлял областную клиническую больницу. Это такой профориентационный проект, когда руководитель учреждения говорит о том, что он не всегда был главным врачом, что он начинал работать санитаром, как было интересно, как были сложности, потом медбратом, как проходил его путь. Это тоже как-то мотивирует оставаться в регионе. Кроме того, мы проводим ярмарки вакансий. Мы в последнее время приглашаем на уроки главных врачей не только руководителей различных ЦРБ, но и глав муниципальных образований. У нас в этом году выступала уже глава Торжокского района, которая рассказывала из первых уст. Приходите к нам в Торжокский район, мы вам еще помимо того, что гарантируют правительство, министерство, какие-то бонусы, у нас еще есть программа муниципальная, и жилье, и земля, и даже надбавки какие-то. Это все тоже работает. И, конечно же, мы отслеживаем. У нас с 2015 года работает Центр по содействию жидоустройства выпускников. У нас очень ведется такая серьезнейшая работа. К сожалению, вы сказали об оттоке, у нас неплохие показатели, потому что даже на уровне Российской Федерации, скажем, хорошие показатели по трудоустройству. 85% наших выпускников остается. Я речь велел о том, что они востребованы везде. В Тверском регионе. В Тверском регионе. Но мы не обольщаемся, потому что есть над чем работать еще. В последний год мы смотрим, что было на 1 сентября, что на 1 декабря и что на 1 марта. К сожалению, наши выпускники, они везде нужны. И поработав где-то в муниципалитете, если не создали для них определенные привлекательные условия, они уже начинают думать, куда переехать. Вот это, к сожалению. Поэтому закрепление кадров, это не только вопросы министерства и колледжей. Это вопросы и муниципалитетов. Это вопросы комплексные для того, чтобы именно сделать все необходимые условия, чтобы наши выпускники остались работать именно на периферии. А то, что касается именно базы знаний, они достаточно высокие. И вы знаете, мне было очень приятно, когда вот сейчас в ковид наши были одни из первых. И Сергей Евгеньевич всегда нас благодарит, потому что практически все наши студенты были в ковидных госпиталях или в первичном звене, тем самым позволив переформировать силы для того, чтобы здравоохранение могло оказывать помощь в полном объеме. Так вот, когда мы говорим о том, что впереди нас ждет, мы прекрасно понимаем, что без такого общего подхода по сохранению кадров этот вопрос не решить. А оценка врачей о подготовке достаточно высокая. И вот зав. реанимации областной больницы сказал, что ваши студенты работают уже на уровне профессионалов медсестер. Для меня это очень приятно. Ну что ж, очень важно, чтобы все-таки действительно из учебных заведений выходили специалисты. Я знаю, что и Тверской медицинский университет всегда высоко ставил планку и гордо нес с нами достаточно высоко подготовленных специалистов. И убежден, что нет никаких, так сказать, сомнений, что эта практика сохраняется по сей день. Вот я сейчас в этой связи, которую мы обсуждаем, хотел бы задать вопрос Вячеславу Анатольевичу. Скажите, вот вы видите систему взаимоотношений, скажем так, руководства здравоохранения, самих врачей, пациентов изнутри. Вот наиболее такие, скажем, проблемные места вы бы выделили. Я понимаю, что наверняка, конечно же, есть сложность пока сегодня с кадровым обеспечением. Как вы оцениваете то, что вот все-таки мы понимаем, положительные тенденции уже начали прослеживаться в этом направлении? Сергей Николаевич, ну, во-первых, мы взаимодействуем с Министерством здравоохранения, с работодателями в лице руководителей учреждений на основе социального партнерства. То есть все вопросы мы решаем в диалоге. Безусловно, у нас в профсоюзной организации находятся, кстати говоря, не только медицинские организации, но и учебные заведения. Это и Тверское государственное медицинское университет, и медицинский колледж. Поэтому мы объединяем все наши медицинские силы. И, конечно, в период пандемии, новой коронавирусной инфекции, мы, конечно, тоже не стояли в стороне. Во-первых, безусловно, мы проводили, во-первых, разъяснительную работу, помогали в правовую защиту, проводили. Кроме того, оказывали материальную помощь для наших медицинских работников, которые заболели коронавирусной инфекцией. И, безусловно, мы сегодня в условиях дефицита кадрового. Конечно, мы тоже выходили на уровень и правительства, и нашего ЦК профсоюза работников здравоохранения. В результате, мы считаем так, чтобы сохранить кадровый потенциал в регионе, необходимо несколько условий. Это заработная плата, это условия труда на рабочем месте, это социальные гарантии и правовая защита. Ну, что касается со стороны профсоюза. Я хочу отметить, что мы как раз вместе с ЦК профсоюза работников здравоохранения обращались и в правительство, и в Государственную Думу, и внесли изменения в 144-ю статью Трудового кодекса, что теперь может правительство, имеет право назначать должностные оклады. То есть, если раньше и сейчас пока что это, конечно, делают в рамках региона, по профессионально-конфрационным группам, то теперь эти полномочия могут быть использованы правительством. И мы очень надеемся, что вот как раз до 20 апреля будут те поставленные задачи президента на свои совещания в феврале о заработной плате, значит, будут рассмотрены и, значит, сделаны определенные рекомендации для оплаты труда медицинских работников. Значит, и хотелось бы, конечно, чтобы заработная плата, должностные оклады все-таки были на всех территориях одинаковые. То есть, не так, что с учетом экономической возможности региона, а именно что в Москве, что в Подмосковье, что в Тверской области. Должностные оклады, они должны быть одинаковые. Тогда все-таки будет меньше отток в соседние регионы. И дальше условия труда. У нас, конечно, когда возникли инфекционные госпитали, безусловно, начали проводить специальную оценку условий труда. И мы тоже процесс контролировали, потому что тоже это новые изменения. Не все медицинские организации сразу к этому пришли, учреждения здравоохранения. Ну вот мы вместе с министерством, так сказать, этот вопрос контролировали. И никто из медицинских работников, все медицинские работники, они получили за дополнительную вредность. Это и страховые выплаты. Значит, и на сегодняшний день тоже, я хочу сказать, что мы выплачиваются страховые выплаты нашим медицинским работникам. И если есть какие-то неувязки, вопросы, значит, они могут обращаться в апелляционную комиссию. То есть создана апелляционная комиссия при Министерстве здравоохранения Турской области, куда входит, кстати говоря, и наш профсоюз. И в отношении социальных гарантий. Вы знаете, вот, конечно, тоже возможности региона у каждого свои, но все-таки надо каким-то образом вот эти социальные гарантии сделать на уровне каких-то федеральных законов, чтобы они были везде одинаковые. То есть это выделение квартир, кредиты, ипотека там и так далее. Вот, чтобы не перетаскивали один регион в другой наших медицинских работников. Ну и правовая защита, конечно. Вы знаете, когда встречаемся с какими-то новыми такими изменениями, то, конечно, много возникает вопросов. И в самом начале эпидемии как раз вот и по оплате труда были вопросы, да, и по этой специальной же оценке условий труда. Мы как раз вот активно участвовали и вместе с Министерством нашим здравоохранения помогали нашим медицинским организациям все это правильно провести, так, чтобы, значит, работники наши все понимали, и все это было в рамках закона. Спасибо, Илья Силович. На мне сигнализирует у нас еще один звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса к вашим уважаемым гостям. Первый вопрос. Вот сейчас начинается туристический сезон. Скажите, пожалуйста, где лучше отдыхать, безопаснее, у нас в стране или за рубежом? И второй вопрос. Тверская область тоже успешный туристический край. И, скорее всего, тоже будет большой поток туристов. Как мы, местные жители, будем защищены от этого? Ну, не от туристов, а от возможной инфекции, которую они привезут. Ну да, у нас же не требуется никаких справок, ни прочее. Да, очень интересный вопрос. Спасибо. Сергей Евгеньевич, можете? Да, конечно, однозначно безопаснее все отдыхать и путешествовать по Тверской области. Здесь, наверное, есть что посмотреть интересного. Может быть, куда-то в соседнюю область съездить. Но, как и безопаснее, мы уже сегодня говорили, это первая вакцинация, социальная дистанция. Потому что одно дело, когда вы общаетесь дома, знаете, что рядом с вами люди, или имеющиеся провакцинировались, имеют антитела, либо в чужом обществе, где, например, вы не знаете, кто рядом находится, и болеет он, заразный он или не заразный. Поэтому социальная дистанция и масочный режим – это обязательные условия защиты от этой инфекции. И я думаю, что такие вот все массовые мероприятия с большим скоплением людей, они, конечно, несут угрозу. Ну, по крайней мере, у нас при правительстве существует штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, и все эти вопросы там поднимаются, вот, постоянно обсуждаются, как защитить наших сограждан и что надо делать. Поэтому никто масочный режим не отменил, вот, социальные дистанции тоже, как бы, мы рекомендуем. Ну, и, конечно, вакцинации. Даже если вы где-то эту инфекцию поймаете, вы можете даже об этом не узнать. То есть вы ее перенесете в легкой форме, если будете защищены антителами. Ну, то есть важно в этой ситуации сделать все, чтобы себя максимально защитить. Да, дополнительных ограничений не вводится. Я понимаю, что по ужесточению либо послаблению антиковидных мер ведется постоянный мониторинг и работа. Да, естественно, по ослаблению пандемической нагрузки, соответственно, возникают те или иные послабления уже и для бизнеса, и для проведения общественных мероприятий. Если эта ситуация начинает меняться в худшую сторону, то, естественно, будут вводиться дополнительные ограничения. Это вполне резонно, да. Но важно понимать, что каждый для себя определяет сам, насколько для него важно обезопасить себя и своих близких от этой инфекции. Соответственно, еще раз повторюсь, и я думаю, что каждый из нас эти слова скажет, действительно, нужно одевать маски. Масочный режим не отменен. А социальная дистанция, средства защиты, обрабатывать руки, средства гигиены, это все необходимо. К сожалению, сейчас нужно сказать честно, немножко и подрасслабились за этот период многие. Тем не менее, 90 человек каждый день нам дает статистика заболевших. Это серьезные звонки, и надо на них реагировать. Сергей Евгеньевич, вот после того, что Вячеслав Анатольевич нам объяснил и рассказал ситуацию, ну, безусловно, конкурировать по уровню заработной платы с Москвой Тверская губерния будет не в состоянии. У нас таких бюджетов, ну, отродясь и не бывало. Ну, тем не менее, правительство... Какие шаги сегодня делаются по закреплению кадров? Что сегодня вот эффективно более, по вашему мнению? Ну, и как прогноз ситуации все-таки будет развиваться, учитывая то, что появились у нас возможности, повторяюсь, все-таки, видеть дополнительные бюджетные места и в ведущем медицинском вузе региона? Ну, во-первых, конечно, кадры не только интересуют наших медиков, это заработные платы, но и то оборудование, на которое они будут работать, и те условия работы. Безусловно, это в комплексе. Сейчас идут национальные проекты, очень серьезные изменения будут и в инфраструктуре наших лечебных учреждений, будут строить ряд новых больниц, поликлиник, будут проводиться ремонты. То есть будем создавать комфортную среду для работы наших медиков. Закупается оборудование. Только за прошлогодний год, год пандемии, у нас появилось столько же компьютерных томографов, сколько было до этого куплено за все эти годы. И это очень хорошо, потому что работа становится интересной, высокотехнологичной. И, конечно, меры поддержки и социальной, все это разрабатывается. Мы сейчас в основном делаем упор на целевиков. Будет целевое поступление на специалитет и в ординатуру. Мы увеличили только заявку в 2021 году по специалитету на 25%, по ординаторам на 15%. Также мы будем разрабатывать целевое поступление в колледжи, то есть уже такие, чтобы люди знали, куда они пойдут работать. Обязательно будут учитываться и программы по дополнительных стимулированиям. Такие вот особо дефицитные специальности, как онколог, кардиолог, невролог, будут вводиться дополнительные региональные надбавки. Мы в свое время ввели такие надбавки анестезиологам, реаниматологам. И практически такой страшный дефицит мы решили. Тогда встал вопрос, что мы не могли вообще выполнить федеральную программу по сердечно-сосудистым заболеваниям. Но вот такие вот точные надбавки, они решили этот вопрос. У нас сейчас анестезиологов гораздо больше, чем было, например, 10 лет назад. Сейчас будут такие же программы по онкологам, потому что это создаются ЦАОПы, Центры онкологической помощи, где должны работать врачи. Решаются вопросы с жильем, субсидированием. Будем думать, смотреть, как субсидировать такую достаточно выгодную ипотеку. Она работает, она уже не один год работает. И земский врач, и земский фельдшер. Это же хорошая практика. Да. Должна, чтобы она максимально использовалась, тем более, что я знаю, и бюджетные средства на это изыскиваются и выделяются. Неплохие. Даже не только выпускники, но уже люди со стажем. Там всякое бывает в жизни, бывает разводится, получают этот миллион, едут куда-то в сельскую местность, решают свои бытовые программы и работают там. То есть потихоньку мы с помощью всяких программ этот вопрос решаем. Механизмы, они все-таки, ну, позволяют как-то удержать на плаву, ну, хотя бы тот минимальный кадровый состав, который должен предотвратить это обрушение. Конечно, такого механизма, как было в советские годы, распределение, такой серьезный механизм, который нам помогал обеспечивать всех районы специалистами. Но этот вопрос уже широко обсуждается на всех уровнях, да? Возвращение к такой практике было бы, конечно, резонно. Да, используем законом разрешенные все способы, но правительство придает этому наибольшее значение, потому что можно иметь оборудование. Губернатор ставит такие задачи вполне конкретно. Да, они основные, потому что можно иметь им инфраструктуру, можно иметь оборудование, и на нем некому будет работать. Такое, к сожалению, у нас бывает. Ну, вот наша задача с помощью наших ведущих учебных создать. Сергей Николаевич сказал про целевое направление. Что касается университета, это абсолютно работает уже и здорово. И мы неоднократно писали в законодательное собрание именно о том, чтобы можно было бы сделать такую практику для среднего профессионального. Но, к сожалению, федеральный закон пока не позволяет. Но министерство и правительство сделали еще один механизм. Это целевое обучение. То есть человек поступил на общих основаниях, а потом имеет право заключить договор для того, чтобы... И, кстати, платится еще стипендия дополнительная, бонусы определенные для того, чтобы он уже работал в том месте. То есть уже возникают договорные обязательства, которые... Это, хочу уточнить, именно уже те, кто поступили на общем основании. И я поддержу Сергея Евгеньевича, потому что без, конечно, распределения решить этот вопрос очень сложно. Даже вот, чтобы сделать целевое направление, неоднократно мы пытались найти механизм. К сожалению, пока федеральный закон это не позволяет для среднего профессионального образования. Ситуация, конечно, действительно сложная, особенно первичное звено. Я знаю, Сергей Евгеньевич, как вас тоже беспокоит тот вопрос, что и удержать первичное звение людей. Больше того, мы понимаем, что как бы люди шли работать в красную зону, зачастую руководствуясь все-таки определенным финансовым обеспечением. На этом фоне остальные врачи как бы выглядели в проигрышном варианте. Конечно, это повлекло серьезные дополнительные вливания бюджетные. Конечно, вот здесь сложно было выкарабкиваться. Но вот все-таки, как сейчас, на ваш взгляд, будет обстоять ситуация? Это очень такая вот тема, которую трудно действительно решить. Этот вопрос существует повсеместно. По всей России он не местечковый. И действительно, как вот здесь быть? Ну, когда президент вводил эту федеральную надбавку, это же была как бы плата за риск. То есть человек рисковал своим здоровьем, очень серьезно рисковал, потому что, конечно, концентрация вируса в красной зоне гораздо выше, чем где-то в другом месте. И, конечно, все эти надбавки, они были плата за риск. Когда условия, потом, представляете, вот в этом комбинезоне, который не очень дышит, который защищает от вируса, люди же падают в обморок. У нас врачи, которые крепкие физически, они иногда смену не могут до конца отработать, теряют сознание. Поэтому эти деньги очень серьезно, как бы тяжело зарабатывать. И я думаю, что когда мы шли добровольцами в красную зону, об этих надбавках никто не думал. Не первично были именно. Да, просто то, что президент так оценил труд медиков, это очень даже всех обрадовало. И все, конечно, были безмерно ему благодарны. Я думаю, общество высоко оценило здесь как раз работу медиков. Потому что, вы знаете, очень долгие годы шли потоком упреки, недовольства и прочее. Вот когда все-таки мы погрузились в этот пандемический ад, если так можно назвать, то, конечно же, ангелами-спасителями стали люди в белых халатах, но на тот момент уже в спецкомбинезонах. Потому что действительно находиться в подобной одежде, я, видя ситуацию изнутри, как вот и... Да у нас и них тоже не было в начале пандемии. И купить было... То в шоке. Вся страна пывала, и купить ее все регионы друг у друга выхватывали. В общем, конечно... Сложно было даже эти средства защиты изыскать. И вот мы первые месяцы очень сложных в слоях работали. Такие вот приспосабливали все средства защиты. И надо отдать должное нашему губернатору. Он лично занимался этой. И я думаю, что в ближайшее время мы все эти проблемы решили, и все были обеспечены защитой. Не только те, кто в красной зоне работал, но кто работал и со всеми пациентами. То есть никто никогда не знаешь, к тебе пришел там заразный пациент или нет. Он враг невидимый. Может быть, 10 человек человек принял, а 11-й он принес ему инфекции. И, как говорится, и врач тоже находился под угрозой. Врачи были, безусловно, в зоне риска. И знаете, что, конечно же, поражало, оставляло неравнодушным. Очень многих, особенно соцсети, были наполнены сообщениями о трагических уходах из жизни врачей и педагогов. Вот это действительно горе и беда, причем вот это категория людей, которые подвергали себя риску вполне осознанно, защищая жизнь и здоровье других. За это действительно хочется сказать слова сердечной благодарности врачам и, я думаю, что и среднему бедперсоналу, всем медикам, которые дружно встали на защиту населения с вот этой страшной болезнью. Это действительно так, и я думаю, что ничего страшного, если мы еще и еще раз вспомним об этом и скажем то, что действительно общество выразило в благодарности, правительство в наградах. И, наверное, за долгие годы уровень, знаете, вот, наверное, такой признательности населения к медикам, он возрос значительно. И важно в этой связи, скажем, уже ту высокую планку, которая возникла, вот, вследствие перечисленных обстоятельств, наверное, удерживать. Сергей Евгеньевич, вот, хочется, конечно же, пожелать найти результативные выходы для того, чтобы справиться с накопившимися проблемами. Накопились они действительно за период долгий, и волшебного средства, палочки какой-то, выручалочки, ее, конечно, нет. Только слаженная работа коллектива профессионалов-единомышленников может позволить найти правильный и своевременный выход. Я надеюсь, что и состав министерства сейчас вы уже укомплектовали таким образом, что задачи, которые диктует нам время, будут своевременно и профессионально решаться. Сергей Николаевич, сейчас немножко у нас другая проблема. Если, например, еще лет 15 назад у нас было здравоохранение дефицитное, не было денег на оборудование, на ремонт каких-то зданий, лечебных учреждений, то сейчас у нас с проектом пришло очень много денег. У нас не хватает ни сил, ни времени, все это, как говорится. Освоить, переварить. Не освоить, это неправильное слово, а превратить вот эти деньги в здания, в оборудование. В результаты, ожидаемые людьми. Поэтому, конечно, в этом сложно работать в министерстве, сложно все это. Потому что нужна команда. Команда профессионалов-единомышленников. Настолько в этом году мы начнем четыре поликлиники новых строить. Таких, как у нас сейчас в Южном построе. Такого долго мы не наблюдали, чтобы такие масштабные, серьезные происходили. По 20-30 лет вообще мы ремонты капитальные не делали. У нас не было на это средств. Мы не покупали оборудование. То есть, там какие-то деньги выделялись, то их потратить было несложно, потому что не такой объем. Хотя программы, они идут с 2010 года по здравоохранению. Но таких объемных, наверное, вот они впервые у нас в проектах. Здравоохранение нужно всем. Это касается каждой семьи, от мала до велика. Я, знаете, дай бог всем здоровья и желаю действительно не только нашей зрительской аудитории, а всем вообще людям оставайтесь здоровы, будьте здоровы, сохраняйте свое здоровье. Но тем не менее, начиная от зубной боли или соринки в глазах до сложнейших кардиологических, либо онкологических заболеваний, все равно мы идем в больницы. И очень важно, чтобы мы получить могли там своевременную и профессиональную помощь. Для чего и нужна работа, скажем, координация работы вашего ведомства. На него возлагается огромнейшая ответственность. И, знаете, я помню, такой порыв был, как 14-й год у нас у всех на памяти, когда присоединение Крыма мотивировало такой всплеск гражданской активности населения. Вот не совру, Сергей Евгеньевич, когда вы пришли возглавлять медицинскую отрасль, кто-то, конечно, я в том числе вас пожалел, зная проблем обилия, но то, что приход для руководства региональным здравоохранением человека компетентного, который смог за долгие годы руководства главной больницей области создать вот такое эффективное лечебное учреждение, все-таки это стало вот таким вот, я говорю, для многих тверичей положительным значением. Поэтому надежды на вас огромные, но и ответственность возлагается. Вот понимаете, что ошибиться нельзя, а вы же тоже человек. Мы будем всячески стараться оказывать посильную, в том числе и информационную поддержку тем шагам, которые будут предпринимать вы и ваши коллеги, потому что мы понимаем формирование вот такой команды, это дело не одного дня. Я имею в виду команду не только ведомственную, не только сотрудников министерства. Все медики региона – это одна большая команда Верхневожья. Вот действительно ангелов, ангелов-спасителей, которые нужны как воздух нашему населению. Потому что качество здравоохранения, оно, скажем так, для многих является и основным показателем качества жизни. Согласитесь? Да. Это очень-очень важно. Поэтому, Сергей Евгеньевич, от души хочу пожелать, чтобы намеченные вами планы, а так уж немножко знаем, что у вас их много, и так получилось, что вот в частности Алексей Борисович, Вячеслав Анатольевич и я являемся членами Общественного совета при Минздраве области, и мы всегда готовы быть той опорой, которая вам необходима в повседневной жизни. Ну а вот еще и в таких качествах, как руководители учебных заведений здравоохранения и Алексея Борисовича Татьяна Николаевна, это действительно у вас тоже такие, действительно уже проверенные годами, мощные сторонники, профессионалы, знающие свое дело. При этом, конечно же, всех тех трудностей, которые мы имеем, избежать трудно. Ну вот здесь Вячеслав Анатольевич будет тоже, наверное, беспокоиться и защищать людей в белых халатах, для того, чтобы и им обеспечить необходимые, скажем так, и правовые нормы, и, скажем так, условия труда и все остальное. Сами ответили на ваш вопрос. То есть ведомство одно ничего не способно сделать? Только командой. Мы возвращаемся к тому, но еще раз, ведь я неспроста упомянул общественный совет. Это не говорит о том, что вот горстка там неравнодушных людей может что-то еще каким-то образом менять. Мы должны это делать сообща. Действительно, уровень гражданской активности зачастую у нас оставляет желать лучшего. Но я надеюсь, что не только в одних претензиях, но и в конструктивных предложениях будет заключаться взаимодействие неравнодушного гражданского общества и отрасли здравоохранения. Сейчас в заключении программы я бы хотел предложить каждому из вас, коллеги, вот буквально по минуте высказаться, и начнем мы, наверное, теперь против часовой стрелки. Вячеслав Анатольевич, пожалуйста. Сергей Николаевич, уважаемые коллеги, слушатели, хотелось бы, конечно, сказать, что в период вот этой пандемии мы объединились. Наверное, она вскрыла какие-то, может быть, и негативные моменты, которые были в здравоохранении, это для нас был урок. Но вот из-за того, что мы все объединились и действительно работаем одной командой, все будет хорошо. И я думаю, что пандемия, она закончится, вот мы перейдем к нормальной жизни. И вот к этому моменту мы должны сохранить и кадры, и работоспособность нашего здравоохранения, и команду, хорошую во главе с нашим министром здравоохранения Тверской области Сергеем Евгеньевичем Козловым. Спасибо. Татьяна Николаевна. Уважаемые коллеги, дорогие слушатели, я, конечно, хочу пожелать всем здоровья. Сегодня очень много говорилось о эпидемии, но каждый из вас может сделать огромный вклад по тому, чтобы ситуация у нас была очень-очень спокойная. Чтобы можно было вернуться к прошлой жизни, а для этого нужно прививаться, для этого нужно беречь себя, соблюдать дистанцию. Все те вот простые вещи, они действительно работают. Ну, а молодежи, я хочу пожелать, чтобы они меньше получали негативную информацию из соцсетей, а слушали профессионалов. И использовали именно те соцсети для того, чтобы учиться и получать достоверную информацию. Всем здоровья. Глубоко уважаемые коллеги, глобоко уважаемые слушатели, я хотел бы обратиться, конечно, к выпускникам школ 2021 года. Ну, конечно, ко всем учащимся. Дело в том, что и прошлую приемную кампанию, и эту мы проводим под лозунгом «Учись дома». Тверь – это очень хороший город для обучения. Во-первых, качество образования, которое дает наш университет, это показывает уже многие годы, они полностью соответствуют не просто региональным стандартам, но и международным стандартам. То есть здесь можно получить профессии, по сути дела, всех направлений, которые есть на сегодняшний момент в медицине. У нас удобно учиться. У нас обеспечены все возможности защиты обучающейся от коронавирусной инфекции. Выполнены все указания Роспотребнадзора. Мы учимся очно, и при этом у нас, как бы сказать, такой комбинированный подход у нас лекции проводится в дистанционном формате, но при этом наши студенты имеют возможность общения с преподавателями, в том числе и ординаторы имеют возможность общения с больными. Поэтому очень важно для нас, чтобы вы поступали в наш университет. Дело в том, что нашим губернаторам, Игорем Михайловичу Рубене, совершено вообще беспрецедентное повышение числа бюджетных мест. У нас 350 бюджетных мест открыты на этот прием. Из них в прошлом году это было 200 целевых мест, в этом году это 240 целевых мест. И те условия, которые создает Министерство Тверской области, он, по сути дела, гарантирует не просто обучение под своей защитой и наблюдением, но и трудоустройство, но и рабочие места. То есть не только в области, как это было раньше, но и в городе Твери на сегодняшний момент. Поэтому это перспективное обучение. Еще вот я, если, может быть, секрет один открою, Татьяна Николаевна, этого касалась, о том, что у Минздрава есть с правительством Тверской области, и задумка, что вовлечь в этот процесс и обучающихся, которые планируют учиться на договорной основе. То есть существуют такие вот задумки, что региональный бюджет может взять на себя финансирование таких обучающихся при условии, если они возьмут на себя обязательства по работе в Тверской области несколько лет. Не знаю, насколько в этом году это реализуется. Будем надеяться, и тогда в значительной мере... Реализовывается. Да, в значительной мере это повысится. То, что очень хотелось. Сергей Евгеньевич, ну и подводя итог. Ну, я бы хотел обратиться ко всем медикам. Прошу набрать терпение, пережить нам эту пандемию. Я думаю, что она закончится. И призываю всех беречь себя, своих близких, своих друзей. Самое дорогое в жизни – это жизнь и здоровье. Ничего, его за деньги не купишь. И, наверное, это самое, что есть ценное у человека. Итак, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Это была программа «Тема дня». С вами я, Сергей Рогозин. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.